всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мне будет помогать мой помощник бали вот такой вот красавчик вырос нам уже чуть больше года ну что будем показывать цветочки ну вот хочу показать свои орхидеи здесь вот они у меня на кухне теперь стоят вот такая красота такие живые букеты очень украшают на дворе середина ноября а у нас вот такие цветут растения покажу некоторые растения которые находятся у меня в гостиной здесь у меня спрашивают в комментариях часто как же у меня созревает мандарин все хорошо могу сказать вот такие шарики висят смотрится конечно это очень даже красиво и интересно с этой стороны еще парочка вот такая довольно таки крупненькие они меня видите за листиками то спрятались думаю даже к новому году наверное они у меня созреют ну конечно не обошлось и без потерь мандарин так как все равно он же не на улице находится не в естественных условиях поэтому он у меня сбросил много мелких мандарин и оставила такие крупные не потянул в общем все но я думаю в природе такое бывает но кстати вот которые он сбросил мандарины я с них заваривала чай я вам скажу вообще аромат такой вообще классный и пойдемте я вам сейчас покажу здесь у меня на дороге спать и филу начинают цвести здесь два цветочка здесь вот цветок там тоже куст очень большой и в него появляются такие красивые белые с белым покрывалом цветы ну шикарно конечно смотрится спать и филу мне очень нравится и у меня радость такая прям у меня сенсация я ее покупала очень давно деленка была и вот надолго у меня сидела сидела вообще не росла смотрите какие большие него листья полезли да такие сочные красивые прям вообще я конечно очень очень рада но этим растениям особенно вот большим сортам спатифилума очень нужны большие помещения потому что они очень раскидистые ну здесь у меня гордыния моя красотка она у меня уже давно цветет некоторые уже отцветают и появляются новые бутоны аромат конечно доме там вот видите на заднем плане там уже отцветают желтые такие бутончики здесь появляются новые то есть у нее постоянно появляются новые цветы еще раз покажу мою красотку ну кустик конечно очень большой здесь он просто стоит и сливается с растениями а когда я ее ношу в душ купать то она у меня занимает всю душевую даже места мало то есть она очень очень большая ну конечно я ее не формирую я просто хочу чтоб разросся такой большой куст гордынии как в ботаническом саду так что вот думаю по весне пересажу ее еще в более большой горшочек я думаю она этого заслужила здесь у меня тоже спатифилум стоит а это у меня монстера альба которую вырастила то вообще можно сказать череночка с маленького там с одним листиком смотрите или два ли было листика не помню вот у нее больше конечно зеленых листьев но все равно вот эти белые пятна на листьях они тоже очень хорошо смотрятся то есть я даже не переживаю сейчас я вам покажу смотрите вот видите это у нее последний листик вот молодой он дырявый такой довольно таки и посмотрите какая площадь белого то есть у нее получился этот листик прям вообще а предыдущий был зеленый то есть все равно она выдает баригатные листья и у нее зелень такая смотрите светлая вот я вам покажу монстера обычная смотрите такие темно зеленые листья а у этого сорта они такие травянистая такая зелень очень красиво смотрится я конечно очень рада что она появилась моей коллекции да и здесь у меня возле аквариума появился новый мой житель простой хоть это хлорофиту но с белой такой каемочкой и он так довольно таки хорошо смотрится но он у меня сейчас находится на укоренение я поставила у аквариума и мне нравится как он так стоит украшает в общем то здесь у меня небольшая перестановка даже там у меня стоит антуриум антуриум за ним гибискус вот такой зеленый уголок получился здесь варигатные бугенвилии вот чем хороша варигатная бугенвилия она даже когда не цветет она очень имеет декоративный вид из-за листьев своих такие листья красивые это панда моя ну цветет она конечно обильно панда и и здесь у меня цветущее моё окно я уже даже внимание не обращаю мне кажется они у меня постоянно цветут если кто-то вроде отдыхает но это у меня недолго вообще-то отдыхают и заново начинают набирать цветные прицветники все цвета радуги в общем-то ну красиво очень это красиво смотрится и здесь плавно перехожу на крассандру крассандра тоже не отстаёт от бугенвилии смотреть вообще она у меня вот совсем недавно я подстригала было видео у меня на канале и она опять у меня вся посмотрите в этих цветах стоит вообще благодарна такое растение а а это у меня новый житель такой появился лимон я его немного обрезала конечно такой вот большой такой толстенький довольно таки видите так что буду выращивать дома лимоны мандарины здесь у меня на полке вот еще стоят мои одеши они конечно после летнего солнца все скинули листья и вот наращивают новые под лампой но вот этот одене у меня так и семена на нем зреют там тоже смотрите видите молодые листики везде появляется но они все но такие прикольные тельца у них такие интересные а это вот моя монстер очка альбочка если там монстера у нее много зеленого то здесь мне наоборот много белого она прямо у меня вообще такая нарядная такие листья красивые вот орхидейка залезла в кадр в общем все хорошо да вот еще невеста какая у меня расцвела красотка и вот когда заходишь в комнату я не знаю ну наверное попадаешь просто какой-то ботанический сад наверно не хватает фонтана ну и площади соответственно а так растения все в хорошем состоянии я думаю зиму мы перезимуем хорошо буду снимать видео почаще и показывать вам и делиться с вами своей красотой чуть не забыла посмотрите куда я своего фонбана поставила и расправила немного ему его ветки а то я его забила в угол и его там совсем не видно тесно ему было а здесь у меня прям расправился ну красота красавица и сидишь вот так вот на диванчике она такой свисает такие опахала здорово показала свои растения но конечно же не все и многие знают что показать еще есть много чего но это будет следующем видео подписывайтесь на мой канал будет очень интересно увидимся в следующем видео и и и и и и и и